Дроидер Ру и Номо Вайл Приделали зачем-то не очень качественный дисплей Всего 640 пикселей на 380 Это совсем не круто по нынешним меркам Но в любом случае гаджет получился очень необычным и интересным Называется он Nokia 808 PureView И занимает почетное пятое место в нашем рейтинге Четвертое место гаджет под названием LG Optimus View Тоже неоднозначный гаджет Неоднозначный в первую очередь своими габаритами Соотношение сторон 4 к 3 То есть он очень широкий, не в каждый карман влезет Но при этом он сделан точно под формат блокнота Maliskin И задняя крышка, поверхность ее копирует, тоже имитирует эту поверхность Блокнота Maliskin Гаджет скорее всего будет нишевым Он явно бьет в премиум сегмент Но что-то в нем есть Он породистый, он интересный А вот с вытащенной антенной для телевизора Я выгляжу с ним как в лихие 90-е На третьем месте расположилось весьма необычное устройство Это Samsung Galaxy Note 10.1 Во-первых, это планшет с 10-дюймовым экраном И при этом у него есть ручка S-Pen Ей можно делать рукописные заметки Но она сильно улучшена по сравнению с тем, что было у Galaxy Note Во-первых, очень много градаций нажатий И угол наклона пера учитывается При этом на другой стороне пера есть ластик Планшет подойдет для художников, для набросков И просто для людей, которые любят делать заметки рукописные Видимо, все же эксперимент Samsung с Galaxy Note удался И они решили немного увеличить экран Второе место занимает Sony Xperia P По нескольким причинам Во-первых, чумовой дизайн и вот эта полупрозрачная сенсорная полоска Во-вторых, ультра-яркий экран с белыми субпикселями Ну и в-третьих, вот эта вот камера, которая способна выходить из спящего режима Буквально за секунду На первом месте в нашем рейтинге HTC One S Впервые мне хочется не флагман, а средний смартфон из линейки Я хочу с ним ложиться спать и просыпаться с ним Аппарат очень приятно выглядит Он тонкий и, главное, корпус цельнометаллический Понравится не только метросексуалам, но и брутальным поцикам На нем установлен Sense 4.0, основанный на Android Ice Cream Sandwich Еще телефон заряжен технологиями Beats Audio Ну и, наконец, HTC взялась за камеру Здесь не как бы 41 мегапиксель, а настоящих 8, поэтому фотки получаются по-настоящему сочными Это был совместный выбор лучшей гаджет-выставки двух редакций Дроидер и на мобайл Оставайтесь с нами в теме гаджетов Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok